Сергей, ну давай сразу начинать. Как делать выручку 250 миллионов рублей? А что ты за хрень тогда продаешь? А ты уверен, что тот бизнес, который ты хочешь масштабировать, его можно масштабировать? За неделю до вашего шоу меня уволили. Он врет. Он врет сам себе. Знаешь, зачем ты сюда пришел? На самом деле. Только честно. Я хочу, чтобы мы сыграли похоронный марш для тебя. Она предложила хоронить Сергея. А шоу – это совершенно новый формат предпринимательского шоу, в котором Евгений Гаврилин вместе с экспертами помогает гостям разобраться с проблемами не только в бизнесе, но и в личной жизни. Мы дадим полный разбор человека с рациональной и иррациональной стороны. А джокер нашего шоу вскроет все, что скрывает наш герой. Мы приглашаем к нам за стол Володина Сергея, предпринимателя из города Санкт-Петербург. Евгений Гаврилин. Нео-нигилист. Серийный предприниматель. Инвестор. Блогер. Ведущий и модератор шоу. Всем привет. Сергей, привет. Привет. Как настроение? Волнительно. Сергей, ну давай сразу начинать. Расскажи, каким запросом, главным запросом ты сегодня пришел к нам в программу. Мой главный запрос – это как масштабироваться в 2024 году, вырасти в 4 раза и сделать выручку 250 миллионов рублей. Сергей Володин, 35 лет. В бизнесе 8 лет построил компанию с нуля. Оборот за 2023 год – 65 миллионов рублей. Сейчас у него работает 12 человек. Расскажи про себя, какой у тебя бэкграунд, на чем сейчас ты держишь свой фокус. Чем у тебя занимается компания? Я дилер впечатлений. Мы продаем подарочные сертификаты на впечатления в онлайн в Москве и в Петербурге. Например, прыгнуть с парашютом, полетать на параплане, мастер-классы различные. И все это в формате подарочного сертификата, в подарочной упаковке в коробке, либо в онлайн формате. Ну хорошо, а даришь впечатление, какой у тебя оборот? В 2023 году сделали 65 миллионов. У меня план был на 3 года. Я из года в год рос в 2 раза, а в этом году я должен вырасти в 4 раза. Мне когда говорят, я хочу увеличиться в 4 раза, почему в 4? Почему не в 10? Какие предпосылки? На каком фундаменте ты это делаешь? Объясняю. Конкуренты делали 250. А если они делали, значит я тоже могу. А ты уверен, что тот бизнес, который ты хочешь масштабировать, его можно масштабировать? За рациональный бизнес-разбор в нашем шоу отвечает Николай Шостаков. Предприниматель, вице-президент X5 Group, преподаватель бизнес-школы Сколково Иран Хиггс. Что он растет, что он развивает, что есть спрос. Просто для меня сертификаты впечатлений это что-то времен Беглеона 2007-го. Ну здесь немного другой формат. Здесь про подарок, про транслирование идеи. То есть рынок подарков он огромный. И вопрос, что дарить. И я искренне верю, что впечатление это лучше подарок. Люди не перестали дарить подарки. Но почему ваш бизнес, ты считаешь, ваш сегмент будет расти? Я решил посмотреть статистику Яндекса по запросу сертификат впечатлений. Знаешь, какая там статистика? Он не растет. Он падает. А ты хочешь масштабироваться. Знаешь, это напоминает... Ты, кстати, из операционки не хочешь выйти? Ну, я практически... Ну, хотелось бы, да? Вот, знаешь, мне напоминает это капитана корабля Титаник, который, значит, у него Титаник топит. Он говорит, так, надо масштабироваться и желательно выйти из операционки. Сергей продает продукты с начала 2000-х, который сейчас уже потерял свою актуальность. И это видно на цифрах. Потому что сертификаты и подарки, вот эти вот... Это прям реально, в прошлый век. А это очень большая проблема, когда собственник, он живет вот в картине своего мирка. Потому что оно у него может расти, потому что он подбирает трупы ушедших, обанкротившихся конкурентов. А потом в какой-то момент он такой... Ба, а я Нокия. А я кодек. Все уже начинают на цифровые фотоаппараты фотографировать, а я все еще пленками торгую. У тебя один миллион в месяц в среднем? Ну, я не все вывожу. 500 бюро. Что ты инвестиру? 500 бюро, да. Там есть счастье, то есть вот эти деньги, которые тебя устраивают, или... Нет, мало. Для чего ты хочешь больше денег? Свободы хочу. Свобода, свобода в деньгах. Это свобода перемещения. Ты можешь себе купить и позволить все, что угодно. Когда ты уже живешь этим образом жизни, для тебя свобода — это создавать то, что ты хочешь. Ты улучшаешь жизнь, ты меняешь философию людей. Для меня деньги — это свобода в безопасности возможностей с очень высокой ценой. Деньги создают огромное количество проблем. Как хранить, страшно потерять, переживания. Если говорить о свободе в деньгах, я бы лучше говорила о свободе в желаниях. Дарья Курочкина, трансперсональный психолог, автор и методолог интегральных программ развития человека, разбирает героя с иррациональной стороны. Свобода в желаниях — это хотеть то, что реально хочешь ты. Нужно посмотреть, а на то ли вам нужны эти деньги. Потому что обычно деньги приходят на истинные желания. На пятистах нету свободы? Она ограничена. В чем она, свобода? Это передвижение, это покупки какие-то? Не знаю, допустим, я хочу дом. Классный дом. Но имея 500, ты точно дом тот, который я хочу. Можно я буду Станиславом? Не верю, не верю. Я честно скучаю. Относительно желания нашего героя насчет дома, я очень сомневаюсь, что он ему нужен. Я очень сомневаюсь в том, что его желание не является какой-то такой социально приемлемой морковкой, на которую он собирает. И поэтому деньги не собираются. Это вообще не то, что ему нужно. Его потребности закрыты. А у него вообще другой конфликт. Ты же мастер впечатлений. Что для тебя сейчас, для тебя конкретно является настоящим впечатлением? Давай, давай. Только честно. Отношений хочу. Отношений хочу. С кем? Отношений. Любовь хочу. Да. А ты продаешь любовь? Не понимаю. Посмотри. Рассказываю. Для тебя самого настоящим впечатлением сейчас является любовь и отношения. А что ты за хрень тогда продаешь? Подожди, Даша, я не уволил. Он продает впечатления. Сергей, наш герой, хочет продавать то, чего у него самого нет. Я продаю эмоции, хотя сам не испытываю эмоции. Я хочу денег, чтобы были отношения. Ну, во-первых, деньги приходят на отношения. Если в основе отношений или любви бабки, это будет отношения за деньги, это будет любовь за деньги. Но не связаны эти вещи, бабки и любовь. Я не верю человеку, потому что мне кажется, что то, что он сейчас продает, даже для него не является уже давно никаким впечатлением. Может ли бизнес существовать без энергии основателя? Может, на самом деле, если бизнес существует на энергии цели, миссии, ценностей и принципов основателя. Если простроено вот это все замыкается не я и моя фигура, а моя энергия воплощена в какое-то намерение, в какую-то систему ценностей, в какую-то большую идею, вот тогда, пожалуйста, а без этого только на энергии владельца. По поводу ниши, как это все было выбрано, я, опять же, искренне верю, что это моя история. Я обожаю всякие экстремальные виды спорта. Я катаюсь на вейкборде, на сноуборде, серф и вся вот эта история. И в 20-м году, ну, на меня прям все свалилось, я всегда хотел, но не было возможности условно, потому что это там достаточно дорого. И вот, когда я влился во всю эту тусовку, катание, я получал невероятное счастье. Я, когда приходил кататься, я просто был счастлив. Вот в моменте я там еду на этом вейке, я счастлив. Что произошло в прошлом году? Я еду в вейкэмп, а мне не по кайфу. В общем, да, и такая пустота какая-то возникла. Дело в том, что ты хочешь масштабировать то, от чего ты больше не кайфуешь. И я не про падающий рынок, не про цифры, не про всю эту историю. Я не понимаю, как вообще можно масштабировать отсутствие впечатлений в собственной жизни. Энергия основателя, это важно, я здесь не спорю. Но говорить, что человек без любви к тому, чем он занимается, он априори обречен, конечно, нет. Я знаю примеры, где люди, абсолютно нетрепетно относящиеся к бизнесу, которым все равно, что они производят. У него есть просто его игра в голове, где есть деньги как фишки. И вот он с легкостью меняет поле игры. У них есть любовь к вот этой вот игре и уровень, который ты можешь достичь, исходя из призовых, которые ты получаешь. И поэтому вот здесь я бы не ставил во главу угла энергию любви предпринимателя к своему вот этому самому детищу. У меня есть актив и бизнес, в котором я вообще не впечатляюсь. Там есть управляющий партнер, вот он впечатляется, он работает, я просто дивиденды на карточку получаю. Классное партнерство, все по-честному. Какая-то бизнес-решение, если наш герой готов выйти. У тебя есть партнер, у тебя есть партнер? Вот я сейчас, у меня есть партнер, управляющий партнер, это сотрудница, которая пришла 4 года назад, очень вовлеченная. Я ее сделал управляющей, вот, и дал ей 5% доли, чтобы она была вовлечена. И она сейчас невероятно горит, возможно, она эту искру приняла от меня. Я в нее очень сильно верю. И вот за неделю до вашего шоу меня, можно сказать, уволили. Она сказала, что, Сережа, во-первых, ты создаешь напряжение к команде своим присутствием, ты там нифига не делаешь, а просто ходишь. И давай-ка ты будешь приходить разочек в недельку, получать цифры и не напрягать больше здесь никого. А ты с этим согласился, Борис? Мне в моем бизнесе сказали, знаешь что, Николай Николаевич, давай ты будешь реже приходить, и тут не отсвечивать. Его поставили перед фактом, ну, значит, так построил работу. Значит, он, скорее всего, не был в глазах команды, как лидер. Да, скорее всего, его действия были деструктивными, если они сказали, не мешай. Так это изначально была цель бизнеса, создать такую компанию, которая будет сама развиваться без моего участия, расти. Он не вышел из операционки, его ушли из операционки. Это две разные вещи. То есть вот он уже не драйвил, не шел, не продавал, не создавал, не был лидером в понимании команды, но при этом спрашивал, дергал какие-то решения, которые команда уже сама научилась принимать. Я бы на месте Сергея очень много порефлексировал бы на эту тему и спросил бы, ребят, а что такое случилось и произошло, что без меня лучше, чем со мной. Когда я шел домой, я ощутил какую-то пустоту и такой, ну, блин, я же вроде этого хотел. То есть как на пенсии, наверное, да? Да, такой, а что дальше, что делать? И, да, испытал какую-то пустоту, вот, но сейчас есть мысли, куда двигаться дальше. Многие предприниматели уже получили деньги от фонда немалого бизнеса. Теперь твоя очередь. Альфа-банк раздаст 100 миллионов рублей предпринимателям по всей стране. Деньги получат. Лучшие истории. Расскажи о своем бизнесе на alfabank.ru Подожди, пожалуйста, а когда ты тогда к нам приходишь с запросом вырасти в 4 раза? Ты просто хочешь замотивировать теперь так управляющую? Да, да. Знаешь, мне хочется какого-то подтверждения, чтобы сказали, я Сережа там, у меня компания, вот такая выручка, я красавчик. Мне нужна вот эта история. Расшифровка голоса нашего героя дает мне возможность опираться на понимание того, что на самом деле запрос масштабирования бизнеса не является его истинным запросом появления в нашей программе. Вот в нашем тембре есть определенные маркеры, которые могут попасть, ну, там, с более, там, тысячи разных паттернов. И вот маркер, который система услышала в голосе нашего клиента, попадает условно в паттерн, он врет. Он врет сам себе. Допустим, она справится без тебя. Она горит в отличие от тебя. Ее эти впечатления еще зажигают. Тебя она уже уволила, у нее свобода, кайф-драйв. Ну, допустим, ну, опустим, что рынок как бы падает, а ты что будешь делать? Когда я уходил с вот этой встречи, мы обсуждали, что дальше и кем я себя вижу, что хочу. И у меня всплыла история с вот этой проявленностью. На самом деле, я сейчас сижу здесь, и мне дико некомфортно. В общем, я очень сильно закомплексован. Мне очень сложно сейчас общаться с вами, потому что есть вот эта история, вы выше, а я типа маленький совсем. Я маленький, вот такие большие. Докажите мне, что вы меня любите. Зато просто проблема с заниженной самооценкой и этот чисто нарциссический заход. Ребят, можно уточниться? Запрос на нашу встречу можно еще раз озвучить? Вернемся к запросу. 4Ха убираем, я правильно понимаю? Нет, ну подожди, цифры важны. Мне важны цифры. Мне нужен этот комфорт. Мне нужно подтверждение от других предпринимателей, что я состоялся. Я расскажу, во что играет нарцисс. Нарцисс в своей сути тиран. Тиран – это человек, который не верит в эту травму, что его любят. Возможно, его любили, но почему-то он не верит. Что-то такое произошло, что он не может принять эту любовь. И есть вторичная выгода. Я буду манипулировать, я буду контролировать, я буду ставить такие условия, в которых жертва, которая попадает вот в эту вот коммуникацию, должна мне бесконечно доказывать, ты прекрасен, я тебя люблю, я для тебя сделаю через действия, через какие-то обязательства. То есть жертва будет делать все для тирана, чтобы доказать, что она его любит, но доказать этого невозможно. И вот это вот поощрение от старших, на самом деле, вот в этой вот конструкции, это потребность закрыть ту дыру, которую закрыть извне невозможно. Пока у меня не будет цифр. Ты серьезно сейчас? Серьезно, ну правда. Если человек хочет подтверждение, вы крутые предприниматели, я не крутой предприниматель, он живет в режиме оценки. Он оценивает себя по сравнению с кем-то. Когда ты оцениваешь себя по сравнению с кем-то, ты все время тратишь фокус, энергию, внимание на кого-то, а не на себя. Сравнение оценки ни к чему хорошему не приводит. Фокус только на себе, на своих талантов. Перестаньте следить за чужой жизнью. Не сливайте туда энергию. Не оценивайте себя. Когда я вижу, что есть что-то меньше, значит есть что-то больше. А если есть что-то больше, значит есть что-то меньше. Яна Блиндер, певица, артист, композитор и перформер. Тренер по развитию креативного мышления и проявленности. Значит я внутри какой-то такой вот иллюзии, где есть маленькое, большое, где есть абьюзер, где есть ложь, где есть правда, дуальность. Ты весь состоишь из дуальности, и ты никаким образом не можешь сконцентрироваться в одном и превратиться в любовь, потому что это слишком страшно. Так вот, ты постоянно сравниваешь себя с другими, потому что ты себя чувствуешь постоянно ничтожным, но при том, что ты такой ничтожный, естественно, ты падаешь постоянно в нарциссический ужас. Стоп. Когда ты сравниваешь себя с другими, ты понимаешь, да, что ты делаешь? Ты играешь в эту манипулятивную игру внутри твоей головы. Сравнение. Я большой, я ничтожный. Я крутой, я ничтожный. Ты не с***ся. Х3, Х4. Роль Кианны Блиндера в этом шоу, конечно, уникальна. Некий такой голос правды, джокер, который, не подбирая слов, вне контекста, рубит правду матку. И это нужно для героя. Внезапно показать суть. Такой, как бы, шок, что бы произошел. Либо, наоборот, это подушка спасательная. И она просто своими словами может спасти, дать некий круг, за который можно зацепиться и вылезти, и посмотреть совершенно по другим углам на свою ситуацию, на свою проблему, прочувствовать это. Самые цены для предпринимателя – это время. Именно поэтому зарегистрировать бизнес в Альфа-банке можно быстро и не выходя из дома. Откройте счет с бесплатным обслуживанием, получайте кэшбэк до 10% и переводите деньги. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Окей, хорошо. Кто твои клиенты в этом бизнесе? Клиенты, которые тебе должны принести вдруг в 4 раза больше. Те, которые покупают подарки на текущий момент, преимущественно, это женщины, 70% их, 24-35%. Я вижу, куда расти, я вижу, что из этого может получиться. Это просто вера? Да не вера, да на самом деле. У нас огромная партнерская сеть. Те, кто оказывает услуги, из этой истории можно сделать букинг впечатлений. Допустим, у нас сейчас узкое горло – это разработка. Да. И если мы сейчас там проинвестируем в разработку, то это… Нет, тебя это не спасет. Знаешь, почему я тебе скажу? Сереж, тебя убьет в любой момент Озон или Вайлдберрис, который создаст полноценно категорию впечатлений, и где все ты и твои конкуренты вывеситесь и будете демпинговать вниз. Огромное количество бизнесов было убито и будет убито маркетплейсами. Сейчас тебе создавать сайт, поддерживать, делать туда выгрузку, организовывать свою службу доставки. Бессмысленно. У тебя есть Озон, у тебя есть Вайлдберрис, которые могут тебе все это сделать под ключ. И вот здесь у Сергея, мало того, что его товар перестал быть модным, и это видно по запросам к Яндексу. Ну а маркетплейс они просто добьют. Гвоздик в крышку гроба. Я не верю в категорию как точку приложения усилий для масштабирования, потому что она падающая. Может ли он достичь 250? Может. Но такими усилиями, когда ему сначала нужно отъедать долю у конкурентов на падающем рынке и расти за счет этого. Плюс я вижу огромные риски. Да у меня же есть продукт, который я точно так же там продаю на этих маркетплейсах. Нет, ты продаешь чужой продукт, это разные вещи. А в чем конкурентные преимущества? А оно вообще возможно на этом рынке, помимо какой УТП? Оно в чем? В первую очередь это упаковка, потому что это подарок. У нас 50% покупают в офлайне. Это не только электронная история, то, что там на почту прислали. Есть еще коробка, и 50% продаж приходится на нее. И она у нас классная. Я верю, что когда ты даришь подарок, ты должен подарить то, что приятно держать в руках. Ассортимент и эксклюзивность услуг – это тоже УТП. Я верю, что если пойти в эту историю и собрать уникальный эксклюзивный продукт, и пойти шире, продавать путешествия, можно создать суперкрутой сервис с офигенными подарками. Я считаю, что и у Сергея, и у любого человека, всегда есть шанс на x3, x4, x10. Даже на падающем рынке. Меня научил там фондовый рынок. Когда акции падают, ты можешь зарабатывать. Когда кризис, ты можешь зарабатывать. Вопрос твоего ресурсного состояния. Способен ли ты вот в эту всеобщую панику, когда у всех все плохо, сделать себе хорошо или нет? Поэтому если он ощупает свои ниши или новый продукт, новую услугу, что-то подвергнет какой-то модификации, всегда можно сделать x3, x4. Но на это должны быть силы. Искренние, настоящие, он должен этим гореть. В состоянии, в котором он к нам пришел на программу, он не способен это сделать. Это сразу видно. Все эти коробки и все прочее достаточно легко, мне кажется, победить будет. Потому что оно либо перетечет полностью в онлайн, либо, как я говорю, что маркетплейсы придут и очень сильно могут либо ударить по твоей марже, либо могут вообще как-то на себя это все переключить. Я верю в одно. Бизнес должен решать задачу людей для того, чтобы быть востребованным. Проблема у людей – выбрать подарок. И вот кастомные подборы. Может быть, тебе придется перейти чуть-чуть в другую нишу. Это точно не рынок масс-маркета. Но это то, где Озон и Вайлдбрис не смогут это повторить, где конкурентам будет сложно. Эмоции никуда не делись. Желание подарить эмоции никуда не делось. Но эмоция – это всегда дорого. Это что-то, что должно быть вау. Вау, оно в 90% случаев дорого. Потому что оно же вау. Вау не может стоить дешево, иначе оно не вау. Либо в 10% случаев оно должно быть суперкреативным. Но суперкреативным, к сожалению, это обычно дорого. Мне кажется, это премиум-сегмент. Это люди определенного достатка. Это люди, которые под ключ хотят, чтобы им организовали безумный сюрприз, предложение руки и сердца, подарок, любимые виды неожиданного путешествия куда-то, поздравление с днем рождения. Это те эмоции, которые не попсовок, а человек скажет. Офигеть. Давай я тебе назову, про что я думаю, а ты сам выбирай, куда мы пойдем. Честно, мы можем пойти по любому коридору, мы выйдем к одному результату. У нас намерение, заложенное в передачу, найти идеальное решение. То есть пройти самым коротким путем. И если честно, как называется эта дверь, не имеет значения. Она формально имеет значение для нашего гостя, но для нас, для специалистов, вообще не важно, по какому коридору он пройдет, потому что все двери ведут в корневую проблему. Что тебе больше резонирует? Маленький человек, проявленность. И последнее. Потеря смыслов происходит в тот момент, когда душа требует что-то создавать, а не перепродавать. Выбирай, по какому коридору пройдемся. Проявленность. Чтобы мне было интересно. Проявленность. Вот я сейчас очень удивлю у тебя. Твоё предназначение вообще в этой жизни, вектор развития души, он идет через известность. Заглядывая в твою натальную карту, я тебе могу сказать, что проявленность – это неизбежность. Проявленность – это про я. И вообще, я считаю, есть идеальная формула глобальной реализации человека. Первое – это самопознание. И про я сначала что-то нужно знать и понимать. Потом – это создание видения мира, в котором я хочу жить. Потом – это такой апскилинг, когда мне нужно научиться делать то, что я еще, возможно, не умею делать. То есть соединить свою суперсилу со своей большой идеей. Потом уже начать действовать. Вот наш герой на пути к этой глобальной своей реализации, он вот только на этапе первого слагаемого. Самопознание. Кто я? Про я. И прежде чем проявить эту свою проявленность, нужно понять вообще, что на самом деле я из себя представляю. Скажи, пожалуйста, давай поиграем в такую игру. Если 2024 год – это кино, режиссером которого являешься ты, и называется оно «Х4», как развиваются события? Главный герой – это кто? Опиши. Любой человек – не ты. Быстро. Прямо первое, что приходит в голову. Он живет за городом. За городом. У него есть семья. Так. У него искренние отношения с партнером. Он в материальном достатке. Какое скучное кино. Ёлки-палки. И вот, хорошо. В чем суперсила этого героя, что мы понимаем, что это главный герой? За ним тянутся люди. За ним тянутся люди. Он уже живет за городом, у него материальный достаток, у него прекрасные отношения, но что-то сейчас такое произойдет, что изменит жизнь. Что дальше? Первое, что приходит в голову. Фантазия. Отпусти ее. Просто отпусти. Все, что угодно. Любая дичь. А я знаю, что у тебя дичь есть в голове. Давай ее сюда. Очень много. Доставай эту дичь нам на стол. И вот однажды. Событие. Конечно. Еще какое событие? Меняющее его жизнь или его самого в корне? Не знаю. Это кино? А ты режиссер? Встреча. Встреча с каким-то человеком, который... Встреча. Как происходит эта встреча? Который, не знаю. Какой этот человек, кого он встречает? Духовный наставник. Духовный наставник. Очень захватывающий. И что делает этот духовный наставник? Просто уже вижу, что я прохожу кастинг на эту роль. Так. Подсвечивает смыслы. Куда двигаться? Супер. Как? Как жить? То есть он живет, у него все хорошо и ноль смыслов. Ноль смыслов. Да. Ноль смыслов. Пустота. Тотальная пустота. И что ему говорит вот этот духовный наставник? Где же искать эти смыслы? Внутри себя. Если ты не станешь режиссером своей жизни, со всей своей суперсилой, ты попадешь вот в эту пустоту с загородным домиком, с хорошими отношениями и повесишься. И тебя выгонят из твоей компании. Вообще не смешно, я тебе серьезно говорю. Потому что у тебя есть такие аспекты, которые говорят о твоем стремлении к отшельничеству. Но предназначение у тебя в популярности. Чаще всего натальная карта является просто шпаргалкой. Большинство людей и так развивается по тому сценарию, который обусловил нашу жизнь здесь. А вот почему человек развивается не по своей натальной карте, то есть идет против той обусловленности, что на самом деле большая редкость. И то это происходит на каком-то очень коротком отрезке жизни, потому что он либо умирает, ну, так вот это работает, если он не развивается по этому сценарию. Либо он заблуждается. А что такое заблуждение? Заблуждение это социальные формы и шаблоны, которые просто предлагаются извне и которые человек примеряет на себя. Как с папой? Папа ушел. И как? А что случилось? Онкология. Это недавно было? Пять лет назад. Пять лет назад. Да, просто возможно из-за этого у меня заблокировались чувства. И, ну, это скорее всего один из факторов. У тебя незаблокированы чувства. Это неправда. Ты себя кормишь ложными целями, чтобы создать там, не знаю, семью, домик и так далее. Знаешь, зачем ты сюда пришел? На самом деле. Зачем? Почувствовать себя живым. То, что ты продаешь людям, называется почувствуй себя живым. И это из глубочайшего твоего дефицита, что я не чувствую себя живым. И ты улыбаешься, когда нужно плакать, потому что там вообще уже нет ничего, что тебе дает возможность начать чувствовать себя живым. В точку. Не смешно? Докажите мне, что я живой. Дайте мне почувствовать, что я живой. Вот эти вот впечатления, продавать эти впечатления, бежать за этими впечатлениями. Кто это просит? Тот, кто умер. Или тот, кто вот-вот сейчас умрет. И создать дом и семью, имея вот эту вот потребность бесконечно чувствовать себя живым. А живой только творец. А мертвый это тот, кто не дает возможность выразить этого творца. Создает такой конфликт у нашего героя. Из этого глубочайшего дефицита тебе нужно создать что-то такое. Создать для себя, чтобы вытащить и поделиться с другими людьми продукт твой собственный, который называется почувствуй себя живым. И ты сказал про любовь, когда я спросила про впечатления, которые ты на самом деле хочешь испытать. Любовь это единственное в этой жизни, чему ты будешь служить и то, благодаря чему ты сможешь выжить. Любовь, которой придется раствориться. Любовь, которой придется отдаться. Такое высокооктановое переживание, когда ты каждый день в ней будешь умирать и рождаться. Умирать и рождаться. У тебя не заблокированы эмоции, у тебя не выражены эмоции. парадокс, он смеется, мне плакать хочется. Мне искренне по-человечески жалко человека, который хочет плакать, но не может и улыбается. А плакать хочется мне. Я вижу блок, я вижу травму, я вижу накопленный негативный бэкграунд, который привел в это состояние. Где-то запрет, не разрешает он себя проявлять, чувствовать эмоции. Но тяжело в этом состоянии. Очень тяжело. Мужчины не плачут. Мужчины плачут. Я могу посмотреть фильм о любви и заплакать. И мне не стыдно, потому что мы чувствительные, мы не зажимаем, мы не держим свет в себе. И когда ты искренне хочешь заплакать, и в себе этот кадык дергается, но не можешь, потому что блок, я понимаю, сколько ему предстоит поработать над собой, чтобы это пройти. Я вижу там черную дыру, дорогие друзья, которая пытается человек залатать и не получается. Он дарит другим людям впечатление, потому что сам не может насытить хотя бы миллиметр своей души этими впечатлениями. Возможно, действительно он не смог прожить нормально смерть своего отца. взрастить себя взрослым и начать творить из взрослого состояния. Он улыбается вместо того, чтобы плакать. И он думает, что нас проведешь, что мы поверим, когда он снова и снова будет закрываться и говорить о своих Х4, Х5, Х10. Все так и есть. Все так и есть. Я сейчас приду, дам тебе микрофон, и ты сейчас начнешь проявляться и говорить правду. Папа защищал твою уязвимость. Понимаешь это? Что отец защищал твою уязвимость, которой ты боишься больше всего. Любовь уязвима. сейчас я хочу, чтобы мы сыграли похоронный марш для тебя, для твоего старого я, потому что я надеюсь, что он сейчас же умрет, чтобы возродился настоящий ты, которого ты откладываешь со дня смерти своего отца, со дня смерти части тебя. Это должно вымереть, умереть до самого конца, чтобы наконец-то родилась правда, и тогда будет проявленность и все, что ты хочешь, но, пожалуйста, выйди из этой улыбки. Серьезно, у тебя есть шанс сейчас это сделать. Скажи то, о чем ты не говорил. Скажи о своей боли, скажи о своей уязвимости, скажи то, что ты готов сейчас отдать в землю навсегда и похорони себя. Я хочу избавиться от тех комплексов, от того стыда, с которым я живу и который не дает мне проявляться. Выпусти, выпусти из себя все в старое. Пусть оно выходит не через мир, через слезы. Здесь рождаются твои силы сейчас. Плакать это не стыдно, уязвимость это не стыдно, уязвимость это очень большая сила. Сейчас ты почувствуешь, что музыка будет удерживать какую-то кульминацию и в этот момент что-то должно случиться, что-то честное, искреннее. Ты можешь закричать, ты можешь прокричать все, все, что угодно самому семье старому это перерождение. Джокер красавчик, Блиндер просто молодец. Она вовремя включила похоронный марш, чтобы завершить, поставить точку. Я знаю, как происходит эта терапия. Ты уходишь в прошлое, переписываешь сценарий, прощаешься с этим, с событием, со своей реакцией, со старым я и новой. И когда мы уже на блюдечке разобрали Сергея и сказали, вот ты старый, нересурсный, что тебе мешает? Она говорит, давай похороним это. И похоронный марш, это было просто уместно. Вне контекста звучит что? Предпринимательское шоу, похоронный марш, но в контексте это звучит очень круто. Поэтому она предложила ему похоронить старого Сергея. Но выбор за ним. Парем? Давай. Сука. Давай вместе. Давай вместе. Давай вместе. Давай вместе. Давай вместе. Раз, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Леш, а знаешь, что ты сейчас приобрел? Жизнь? Можно я назову? Ты признал свою уязвимость и в этом приобрел силу? Признание своей уязвимости – это сила, потому что за уязвимостью стоит страх любить и быть любимым. На самом деле там огромный страх любви, потому что это больно, потому что она умирает. Возможно, смерть отца причинила такую боль. Это было так невыносимо, что наш герой спрятался за этим. Говорить про любовь, быть в любви, проявляться через любовь, реализовывать то, что я люблю – очень небезопасно. Потому что потом может быть очень больно. Но дело в том, что другого-то сценария нет. Все твои комплексы, все, о чем ты говоришь, маленький человечек проявленный – это уязвимость. И в ней самая большая сила, когда ты в нее запрыгиваешь, когда ты в нее идешь. Потому что ты прокачивал свою жизнеспособность через адреналин, через впечатление и так далее. Я выживу, выживу, выживу. Нет, надо уйти туда, прям вот в эту вот глубину. И из нее какой мы сделаем бизнес теперь? Я пойду в известность. Давай, вот как. Пойду в личный бренд, как бы это больно ни было. Да. Создай свою собственную школу для самого себя и для таких же, как ты, театральную. Создай свой собственный спектакль. Записывай свои самые бредовые сны и сделай из этого иммерсивное шоу. Господи, сделай что-нибудь такое, чего ты не делал никогда и никто никогда не делал с тобой. Ты имеешь право на это, и ты пришел, чтобы создавать для себя такую реальность и для других. Ты живой. Ты же живой. А я без носового подушню. Господи, как мне достались эти проявления, сосознанность. Ты же как сидишь, как с диафильмом, который проявиться хочет. Мне показалось, что он плохой операционный менеджер, и поэтому, возможно, вот эта девушка, которая сейчас заняла позицию CEO, это хорошее для него решение. А вот он, может быть, сможет найти новые ниши для того, чтобы бизнес либо выдернуть, либо диверсифицировать из как минимум нерастущего. А на самом деле, я уверен, что в ближайшие годы еще более падающим, чем сейчас бизнес. Для того, чтобы перелеснуть страницу, не всегда надо сжигать все, что на предыдущей странице написано. Как минимум с точки зрения бизнеса. У тебя ситуация, за которую многие отдали бы много денег, много ресурсов. У тебя, как слышится, вроде бы есть хороший партнер младший, которая вовлечена, которая, я надеюсь, честна. Но, тем не менее, бизнес – штука рациональная, четкая, жесткая. Вот, когда ты сейчас начнешь мечтать, для того, чтобы тебе мечталось хорошо, не забудь проверить, что точки контроля, они есть. Просто если эту работу гигиеническую сейчас не выполнить, может случиться что-то неприятное, к чему тебе придется либо возвращаться, либо сжигать то, что на этой странице 8 лет строилось. Просто тупо будет обидно. Гигиена в бизнесе – это то, как ты построил процессы, отчетность, стратегию, управление, риски и управление рисками. Структура клиентов – это важно, это очень важно, для того, чтобы понимать, где у тебя есть упущенный выгод, где ты недопродаешь понимание того, как устроены твои финансы, как устроен процесс оттока у тебя клиентов. Это все гигиена. Наверное, здесь многие это назовут душной операционкой. Вот гигиену, в принципе, я не знаю, люди, кто-то скажет, класс, сегодня пойду и голову помою, и зубы почищу. Это очень нудная ежедневная просто задача, которую надо делать. Как минимум на трансферный период ты должен к этому отнестись внимательно и проговорить партнерские ожидания, точки контроля, куда ты идешь. Мне кажется, тебе нужно провести работу над ошибками. Ты сказал, что с тобой идут люди, но при этом твои сотрудники сказали, что лучше не мешай. Значит, что-то не то, что не то. Вот там, мне кажется, лежит в том числе твой бизнесовый ключик, возможно, к следующей странице. А что ты хочешь от меня услышать? Я тебе могу сказать и подарить все, что ты хочешь сейчас. Выбери одно, я тебе дам. Давай. Что ты хочешь? Подумай только. Как мне проявиться? Как тебе проявиться? А ты читаешь художественную литературу, а не вот эту бизнес-тренингов? Спасибо, Дарья. Пожалуйста. Буквально в январе ремарка прочитал, потому что задолбала эта бизнес-история. А сейчас опять бизнес начал. Твои задачи сейчас? Ты мне спросил про проявленность. Я не оторванные вещи говорю. Я тебе даю сейчас реальный рецепт твоей проявленности. Тебе нужно расширить свой культурный код. Только через классические произведения, через театр, через эти впечатления, не через экстрим. У тебя вот эта уязвимость равна тонкость. Тонкость творческой и душевной организации. Твоя реализация в этой жизни будет исключительно через творчество. Но чтобы туда пойти, понимаешь, нужно этот компас включить. Он у тебя заснул, этот компас не настроен. Если ты хочешь пойти в проявленность, пойди вот в эту художественную часть жизни. Мое тебе напутствие будет таким. Я тебя умоляю, не иди в личный бренд, ораторское искусство, как выступать на сцене. Это настолько вторично. Лучший личный бренд – это бренд, созданный твоими делами. Мне кажется, твоя аутентичность, как я смог почувствовать сегодня, она именно в этом. В пользе, в каком-то служении. И вот там продавать. Продавать – это же про отдавать. И вот, мне кажется, там твоя суперсила. Вот там твои и миллиарды, и все, и счастье, и жена, и дом, и что там хотела. Потому что это для тебя по-настоящему важно. Финализируемся. Что чувствуешь, что забираешь и с чем уходишь. Ожидания реальной совпали. Я знал, что будет больно, что придется скинуть маску. Ну как, скинуть у меня ее не получилось, конечно, но вы мне помогли в этом. Я получил то, что я хотел. Я вам очень благодарен. Живи. Что забираешь, что забираешь с собой? Проявляться. Это ключевое. Ура, 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 ура. Открой свое гребанное сердце. Друзья, вот так, теперь реально мы заканчиваем наше А-шоу. Любите, будьте счастливы. Находите свою аутентичность и мэч ее с бизнесом. Там и деньги, и счастье, сука. И любовь. На этом все. Спасибо, что смотрели это А-шоу. Вся полезность. Посмотрите в описании. Мы заканчиваем. Ну это непробиваемо было. Я очень тебе благодарен, Даша. И тебе благодарен, потому что нарциссический. Нарциссический абьюзер, который подставил вампир. Нарциссический абьюзер. Извините, простите. А хотя, какая разница? Я голос правды. Большая дыра, которой невозможно залатать. Огромное количество. Вот такой вот объем для получения любви, но вот такая же черная дыра. Вы просто хотите иногда от наших гостей невозможного. Это терапия. Понимаете? Почему ты так не делаешь? Он не умеет по-другому. Даже не заплакал. Понимаешь, насколько там вот это зажато. Но он видел свои слезы. Он на них смотрел. Он просто не дал им. Он не разрешился себе. Не разрешил. Но он все знает. Я уверен, что вот эта аутентичность и то, что мы сегодня сковырнули, это, конечно, даст 100% свои плоды. Но 100% тем бы он там ни был, если он пойдет в творчество, мы познакомимся реально с гениальным режиссером, фотографом. Но и с чем-то таким творческим не... Это будет гениально. Друзья, спасибо, что смотрели это шоу и досмотрели до конца. Не забудьте про колокольчики, комментарии. Все читаем, отвечаем. Это очень ценно. Я вас люблю. Я чувствовал боль. Я чувствовал страх. Я чувствовал стыд. Очень много стыда было. А в какой-то момент чувства вообще выключились. Знаете, есть ощущение, что я это все знал. Просто очень тщательно прятал за своей маской. Старался этого не замечать. Делал вид, что так нормально. Я убежден в том, что от нашего внутреннего состояния зависит то, что нас окружает вокруг. Это было очень страшно. Очень страшно. Я думаю, этот разбор я отнесу к одному из самому трансформирующих опытов в моей жизни. И понравился он именно своим нестандартным подходом. Тем, что бизнес-задача решалась не стандартными способами про увеличить продажи, конверсии, а именно через решение внутренних запросов, от которых я постоянно убегаю. Мне кажется, это было ощущение, как после хирургической операции, когда тебя порезали на кусочки, а потом сшили. После разбора я понял, что мне больше ничего не страшно. Вообще ничего. Основное, что поменяется в жизни, это тот фокус внимания, который был направлен на бизнес. Он теперь будет перенаправлен на меня, на мои чувства, на мое внутреннее состояние. Как изменится жизнь? Она уже начала меняться. Все рекомендации, которые мне дали эксперты, я уже начал воплощать в жизнь. В профессиональной жизни я проведу встречу с управляющей. Мы с ней подпишем документ, согласно которому при выполнении плана ее доля увеличится с 5 до 10%. План будет, скорее всего, в 250 миллионов. Я уже записался на обучение на игру на Ханге. Заказал большое количество книжек художественных. Основной фокус будет направлен на открытие своего сердца, на поиск чувств, которые я где-то потерял. И у меня есть план, как их найти.